Всем привет! Давайте посмотрим, что можно еще делать в The Brush с нашими моделями после скульптриса. Давайте загрузим модель, которую я сделал в скульптрис. Посмотрим, что можно с ней сделать. Вот она у нас грузится. Это седьмая модель The Brush 4R7. Кому надо скачать видео я выложил, ссылку дал. Вот такой Арнольд у нас может быть. Давайте посмотрим. Можно сделать ему штаны отдельно, разбить модель. Вот здесь у меня какая-никакая рубаха получилась. Я не дорабатывал ее. Модель целая. Давайте сейчас откроем проект, который я сохранял. Вот он у меня проект. Учился делать я по видео. Кстати, очень много видео, которые записаны без объяснений. Многие на английском языке. Ну вот все, что нашел парень, есть у него тут у одного парня канал. Очень хорошо, доходчиво объясняет. Чтобы потом не искать, как что. Я часто не сижу в The Brush. Пишу свои видео вот эти, чтобы потом зайти на канал и посмотреть, если забыл что-то. Все запомнить здесь просто походу нереально. Это надо сутками сидеть, профессионально заниматься, чтобы все автоматически на механическом уровне все было. Давайте посмотрим саптулы. Вот такая у меня модель была в скульптусе. Я ее делал не до конца, просто как болванка. Вот такие штаны у меня получились. Я их делал уже тут. Вот такие перемотки на ноги. Вот такая майка у меня получилась. Я ее не дорабатывал еще, не делал в складке. Давайте посмотрим в принципе, что это такое. Вот это отдельная часть. Вот так она выглядит, как саптул. Можно ее доделать, переделать. Ну давайте теперь я объясню, как это все я делал. Как он объяснял видео. Давайте откроем эти саптулы, позакроем. Вот такая модель, допустим, у нас есть. Нажимаем Ctrl-Shift и, допустим, нам нужны штаны. Нажимаем Ctrl-Shift. Вот так мы это дело делаем. Чуть-чуть боком ставим, чтобы не зацепить ноги. И Ctrl-Shift-Alt. Ctrl-Shift. Вот Ctrl-Shift нажимаем. Левая кнопка мыши. Вытягиваем, жмем Alt и бросаем. Вот так у нас получилось. Мы выделили. Теперь зажимаем Ctrl-Shift. Вот это поле у нас. Brush. Рект. Давайте теперь возьмем лассо и попробуем вот эти вот детали обрезать более мягко под штаны. Зажимаем опять же Ctrl-Shift. Зажимаем левую кнопку мыши и жмем Alt. Пардон, не так получилось. С лассо очень как-то не так работает. Может модель у меня такая. Прошу прощения. Ну, вернемся тогда в REC. Давайте ее поставим. Вот так допустим. Сейчас развернем. Бок, угол ей выберем. Вот так допустим. Должно получиться. Уменьшим поле. Можно работать на симметрии. Это X кнопка. Вот так мы обрезаем. Вот. Все мы обрезали. Вот так у нас будет теперь типа штаны. Давайте вернемся к лассо. Немножко тут подберем. Не хочет что-то у меня на этой модели лассо работать. Все подкорректировали. Нажимаем Shift. Если нам выровнять модель надо и левую кнопку мыши и бросаем. Все вот она выровнена. Теперь что мы делаем. Заходим в геометрии. Modify Topology нажимаем. И жмем Delphidden. Следом дополняем вот эти пустоты. Жмем Close Hold. Все. Вот у нас появился Subtool отдельный. Вот так он выглядит. Вот эта отдельная часть. Ее можно немного подкорректировать. Углубить. Убрать. Это в принципе не обязательно. Но для профессиональной работы очень нужно, говорят. Я не делаю. В следующем видео покажу. В следующем видео покажу, может как вот это все сделать. Но это нам в принципе не надо. Так. Теперь мы смотрим. Вот появился у нас еще один Subtool. У нас их теперь два. Один отключаем. Он нам не нужен. Переходим к этому Subtool. Вот он у нас есть. И нажимаем саму модель. Допустим. Вот эту модель нажмем давайте. И нажмем этот Subtool. Я его уже уводил, поэтому он отдельно находится. Можно его увеличить, уменьшить вот этими кнопками. И он становится на это место полностью. До этого можно сделать дубликат модели, чтобы она была допустим пустая, не одетая. Пустая, он заменяет, потом ее убирает. Дубликат делается. Вот вы нажали допустим на модель. И кнопка дубликат. Вот вы делаете, вот он появился. И потом одну оставляете, а с этой работаете, чтобы уже замены не было. И получается, сейчас я вам покажу, не хочу делать долгое видео. Вот у нас штаны. Мы их можем увеличить, уменьшить. Здесь, кстати, я еще не наловчился никак. Вот это у нас дубликат включен. Нажимаем на штаны. Эти штаны мы отключим. И вот так вот. Корректируем. Соединяем. И потом можно кнопкой Move, вот, мы увеличим поле. И потом его подгоняем. Вот, чтобы за тело вышла модель наша. Так делается и майка. И здесь уже штаны есть, поэтому будет очень пышно. Вывеличить можно в объеме, опять же, нажав Move. Вот так вот. Skyl. Skyl. Нажимаете, можно их увеличивать, подгонять. Вот такие штанишки у нас на модели могут получиться. И потом мы их дорабатываем. Здесь делаем, уже подгоняем под тело. Но я просто модель, я сразу не показал, чтобы оставить ее болванку. Поэтому извините. Ну, принцип понятен. Вот так вот штаны делаются. Корректируются. Еще пышнее получились. Пусть штаны на штаны одеты. Вот так мы это дело сделали. Можно включить клейбак, перо и потихоньку доработать наши штаны, доделать складки. Показываю быстро, не хочу углубляться в это дело. Вот так это все делается, допустим. Потом зажимаете Shift. И все это дело можно выгладить. Вот такие штаны. Можно сохранить потом эти штаны, как саптул. И доделать в скульптрисе. Сейчас я вам покажу. Все отключаем. Допустим, штаны, которые уже были готовы у нас. Вот они. Отключаем их. Остальные саптулы отключаем. Вот штаны. Импортируем их в общ. Давайте на рабочий стол. Вот у нас открытый скульптрис. Теперь мы можем этот саптул закинуть сюда и здесь доработать. Можно доработать и в ZBrush, конечно. Вот такое у нас получается дело. Здесь и проще дорабатывать лично для меня. Ставим детализацию. И делаем ремень. Еще там многие детали. Можно проработать складки. Складки можно найти в интернете, как они располагаются, картинки. И по этим картинкам уже доработать складки. Подделать обтекаемые типа мышцы. Выделить кое-где карманы. Карманы делаются вот так вот. Выдавливаются. Выдавливаются. Потом наносим маску. Наносим маску аккуратно. Те детали, которые нам не надо, зацепить не цепляем. Вот это дело мы вот так сделали. Вот кнопка у нас Skyl. Мы ее зажимаем и тянем вбок. Или уменьшаем, или прибавляем объем. Вот такой карман у нас получился, допустим. Нажимаем опять же Ctrl, выводим вбок. И потом его здесь корректируем. Неудачно он получился. Но я объясняю принцип. Не хочу прорабатывать, лепить долго. Видео потом очень долгие получается. В принципе, их до конца никто и не досматривает, наверное. Вот такие карманы у нас получаются. Потом мы их можем здесь уже долепить. Добавить кое-какие углубления. Выгладить. Добавить складки. Немного там придавить. Кое-где выпуклые сделать. Вот так это все дело получается. Кое-где увести. Оформить. Это уже как у вас получится. Вот такие штанишки можно сделать. Ну, конечно, качественнее. Доработать. Сделать рваные. Это уже в ZBrush кое-что можно добавить. Опять же, вы их сохраняете, импортируете. И потом закидываете опять в ZBrush и подставляете на модель. А потом модель можно объединить. Вот так. Я уже в прошлых видео показывал, как это делается. Объединяете полностью все саптулы. И у вас получается вот такая моделька. Одетая уже. Модель это еще у меня недоделанная. Просто как экспериментальная. Я над ней так сказать, работаю. Что-то экспериментирую. Наношу какие-то детали. Учусь. Так что если чем-то помог, вам это пригодится. Буду рад. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...